ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпионы округа смогут представить регион на отборочном этапе Всероссийского чемпионата молодые профессионалы. Отборочные состязания пройдут в марте-апреле. Вы смотрите новости на телеканале СЕР, студии Владимир Томилов. Здравствуйте. Власти Ненисского округа нефтяная компания «Лукойл» определили направление сотрудничества на 2018 год. Подписи под протоколом к соглашению о сотрудничестве сторон поставили Александр Цибульский и Вагит Олегпиров. Церемония подписания прошла в Москве. С подробностями Мария Владимирова. Подписанный протокол к соглашению на 2018 год уже четвертый по счету. Согласно документу, «Лукойл» выделит Ненисскому округу средства на реализацию социально значимых проектов. При поддержке нефтяной компании в Наринмаре будет благоустроена историческая часть окружной столицы – улица Смедовича. Установлены детские и спортивные игровые площадки и профинансированы культурные, спортивные и молодежные мероприятия. Также протоколом предусмотрено укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, трудоустройство жителей региона, поддержка коренных малочисленных народов Севера. Мы долгие годы уже работаем на территории Ненецкого автономного округа и являемся друзьями, жителям округа, потому что эти годы нас связывают и преодоление совместных трудностей, и формирование инфраструктуры городской. Компания останется надежным партнером руководства Ненецкого округа в вопросах не только производственного развития и увеличения налогооблагаемой базы, но и в вопросах решения социальных вопросов населения на территории округа. Мы, как всегда, традиционно рассматриваем компанию «Лукойл» как надежного партнера Ненецкого автономного округа. Нам приятно, что отношения с компанией у нас выстраиваются в соответствии с экономической ситуацией, в соответствии с планами экономического развития округа. Мы рады, что компания «Лукойл» очень ответственно относится к своему пребыванию в округе с точки зрения обеспечения каких-то социальных проектов внутри округа. Мы со своей стороны обещаем, что будем также ответственно относиться к той поддержке, которую компания оказывает в социально-экономическом развитии округа. В этом году компания «Лукойл Коми» станет генеральным партнером ежегодных соревнований на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова «Бурандей». Дочерние предприятия «Лукойл» выступают постоянными партнерами этих соревнований с 2003 года. Мария Владимирова, Телеканал «Север». В регионе родился сотый ребенок с начала 2018 года. В честь этого события регистрация малыша прошла в торжественной обстановке. Она состоялась в отделе ЗАГС аппарата администрации Ненинского округа. Девочка Юлиана стала пятым ребенком в семье Василия Тайбарей и Ирины Косковой. И по словам родителей, далеко не последний, рассказывает Ольга Русул. Маленькая Юлиана появилась на свет 19 февраля. Конечно, ни она, ни ее родители не знали и даже не догадывались, что девочка станет сотым ребенком, который родился в этом году в округе. Во время торжественной церемонии ее имя-наречения малышка сладко посапывает на руках папы, пока мама получает первый документ – свидетельство о рождении, памятный знак родившемуся в НАО и подарки. «Ответственность за воспитание. Я желаю вам, чтобы вы успешно справлялись с этой задачей, чтобы воспитали вашу дочку достойным представителем общества нашего округа». Юлиана стала пятым ребенком в семье своих родителей. У нее уже есть старшая сестра и трое братьев, младшему из которых два года. Мама Ирина признается, всегда хотела иметь большую семью. Ребенок запланированный. Но на достигнутом они с мужем решили остановиться. Поднимать детей нелегко. У нас квартира комнатная, правда. Маловато, но этому рады. В земельном участке многодетные семьи отказали, мотивировали тем, что квартира в собственности. А на очереди на улучшение семья не стоит. Однако родители не унывают. Говорят, было бы здоровье воспитаем. Участковые избирательные комиссии продолжают дежурство на участках и прием заявлений у избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания. Тот избиратель, который по уважительным причинам не имеет возможности самостоятельно подать данное заявление, может устно или письменно обратиться в участковую избирательную комиссию. И тогда специалисты сами приедут домой к заявителю. Подобные примеры уже есть в практике регионального избиркома. Таким правом могут воспользоваться избиратели, которые не могут прибыть в пункт приема заявлений по состоянию здоровья или инвалидности. Напомню, на выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений. Зато есть возможность проголосовать на любом участке страны, прикрепившись к нему по месту нахождения. Нам поступило устное обращение от женщины преклонного возраста, которые не имеют возможности прибыть на пункт приема заявлений. В связи с этим она изъявила желание проголосовать на нашем участке. Для этого ей необходимо будет написать заявление, тем самым открепиться от участка в деревне Снопа и, соответственно, быть включенной в список избирателей на нашем участке. Мы отправляемся к Любови Андреевне Кокиной домой, где она временно проживает у дочери. Пара минут и заявление написано. Теперь женщина сможет проголосовать не по месту прописки, а по месту своего пребывания. Подписи вот здесь. Здесь, да, подпись. Ввиду того, что они не имеют возможности сами прийти на участок. Если Любовь Андреевна не сможет по каким-либо причинам пойти на избирательный участок и в день голосования, участковая избирательная комиссия отправится к ней домой для голосования вне помещения, также по предварительному звонку. Это нужно будет сделать до 14.00 18 марта 2018 года. Обязательно на выборы надо ходить. Я бы теперь уж, если Наталья сводит, так тоже бы сходила. А то так, может, сюда придут. Заявление можно написать только один раз. В целях информирования граждан всем избирателям округа дополнительно будут отправлены пригласительные, где будет указан адрес избирательного участка, а также номера телефонов, по которым можно уточнить интересующую вас информацию. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На шаг ближе к своей мечте и профессиональному росту. Сегодня в Наринмаре прошло торжественное закрытие второго в Ненинском округе чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills Russia. В этом году, по словам организаторов, вырос не только уровень проведения, но и число компетенций. В каких профессиях соревновались и кто стал лучшим, расскажет Любовь Пермякова. «Я честно не ожидала, конкуренты стали намного сильнее, блюда стали намного изысканней, деликатней. Вот вы и чувствуете, если сегодня объявили. Я просто в шоке». Все волнения уже позади. Одна из победителей конкурса «Молодых профессионалов» в компетенции «Поварское дело» Сабрина Панькова рассказывает о пережитых эмоциях. Еще бы, ведь за каждым движением будущего повара следили пристальные взгляды экспертов-профессионалов. Среди них шеф-повар Горт Адавасян. «Напряженная система была. Так вот, 13 экспертов каждую секунду смотрят, каждые детали, каждую ситуацию. Цель была в том, что выбирать себе профессионалов на будущем, работая в нашей компании. И, кстати, это удалось». Профессиональные бои в конкурсе вели сразу по нескольким компетенциям. Кроме поварского дела, в меню регионального чемпионата были медицинский и социальный уход, предпринимательство, ветеринария, сестринское дело, физическая культура и спорт. Доказывать свою силу в этой номинации пришлось не только интеллектуально, но и физически. «Очень сложные задания, но в то же время интересные. Работа с новым видом оборудования, фитбола, упражнения были на степ-платформах. То есть много чего. «Волноваться?» «Конечно. Самое сложное – это была, наверное, подготовка. Когда мы сидели за ноутбуками, разрабатывали все с нуля и потом ожидали своей очереди, когда выходили. Ну, волнение, конечно, было». Еще одной участнице Анжели Кучина предстояло не менее волнительное задание. По легенде, ей пришлось ухаживать за пациентами в хосписе, в стационаре и в домашних условиях. Девушка – будущая медсестра. «Я еще до конца не осознала, что я победила. Безумно рада. Этот конкурс дал море позитива, опыт». Бесценный опыт и золотые медали конкурса получили Екатерина Лобикова и Галина Родчева. Они соревновали среди потенциальных предпринимателей. И как в большом бизнесе, там была жесткая конкуренция. «Конкуренция была очень высокая и переживали. Все достойно выступали. У нас вот было по производству варенье из местных дикорастущих ягод Ненецкого автономного округа. И это большая ответственность именно представлять от нашего округа. И это колоссальная возможность была поучаствовать в этом данном конкурсе. И очень этому рады, что именно мы». Один из экспертов, кто оценивал работу девушек – Ольга Суханова. Сама успешная бизнес-вуман. Через ее школу прошло более пяти тысяч предпринимателей. В итоге открыть свой бизнес смогли более пятисот человек. «Организация была на высшем уровне. Соответственно, оперативное решение всех вопросов. И, конечно, для нас, для главных экспертов, очень важно, чтобы оперативно решались какие-то вопросы на площадке. Организаторы молодцы. Постарались». «А ребята, как есть у них?» «А ребята, да. Вот хочу отметить, что ребята, конечно, очень волновались, потому что это первый раз компетенция вообще стартовала в Ненинском автономном округе. Но, несмотря на это, есть проекты, которые реально возможно реализовать и которые уже я знаю, что ребята планируют открыть самое ближайшее будущее. Поэтому я знаю, что потребность региона в увеличении количества предпринимательства. Поэтому я думаю, что скоро число предпринимателей в Ненинском округе увеличится». Всего во втором региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia были задействованы 50 экспертов и 50 волонтеров. Состязались почти 60 участников. Чемпионат проходил в Наринмаре с 26 февраля по 2 марта 2018 года на базе Ненинского аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и Ненинской окружной больницы. «Я считаю, что конкурс удался. Мы по сравнению с прошлым годом сделали огромный рывок. Было две номинации, стало пять. Очень усилили материальную базу учреждений, образования. Теперь ее можно показывать даже иностранцам, потому что действительно она соответствует мировому уровню. И мы можем теперь готовить специалистов мирового уровня». «А как эксперты, вам, наверное, удалось пообщаться с ними, оценили работу нашу?» «Да, мы пообщались со всеми экспертами и объехали все площадки. Эксперты оценивают действительно, что у нас наши площадки, на которых проводились соревнования, они соответствуют всем требованиям, которые к ним предъявляются. Отметили очень большое гостеприимство жителей округа. Ну и достаточно высокий уровень наших конкурсантов». Ненецкий округ стал официальным участником международного движения в октябре 2016 года. Развитие движения WorldSkills Russia входит в число проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Для наших ребят это действительно большие возможности, ведь лучшие из них будут бороться за золото в профессии на всероссийском уровне. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе завершился региональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Четыре команды юношей и девушек два дня боролись за звание лучших. Победители будут представлять наш регион на финальных соревнованиях, которые пройдут в Архангельске. Чемпионат школьной баскетбольной лиги проводится в Ненецком округе уже в седьмой раз в России 11 сезон. Всего участия в отборочных турнирах 2017-2018 годов приняли 22 команды. За победу в финале боролись по четыре команды юношей и девушек. В результате упорных матчей первое место среди девочек у команды школы номер один, на втором команда школы номер четыре, третье место у команды школы села Несь. У юношей педестал почета венчает команда спортсменов из третьей школы, на втором школа поселка искателей, на третьем Ненецкая школа-интернат имени Пырерки. Лучшими игроками сезона жюри назвала Дмитрия Барышникова и Ольгу Хабарову. Команды победителей будут представлять Ненецкий округ на финальных соревнованиях Северо-Западного федерального округа, который состоится 13-18 марта в городе Архангельске. Всего в финале примут участие по 10 команд, девушек и юноши из городов Северо-Западного федерального округа. Наступила календарная весна по народному календарю и преданию наших предков в Ерилен день – время почитания солнца. Понятно, что в наши северные широты настоящая весна заглянет еще не скоро, но ее незримое присутствие уже ощущается, особенно животными. Недаром в старину в это время было принято уделять внимание братьям нашим меньшим. В хозяйство конно-спортивного клуба «Фортуна» весна заглянула в первую очередь, а вместе с весной туда отправились первоклассники на экскурсию. Обитатели фермы порадовали своих хозяев богатым приплодом. Первыми принесли весеннее потомство козочки, и, как говорят сотрудники клуба, это было неожиданно и приятно. Ожидается пополнение у поросят. Несмотря на еще ощутимые морозы, животные рады солнцу и теплу. Животные ощущают тем, что потеплее стало, это уже не морозы, как были недавно, минус 37, что ударило, хоть и один день, но все равно ощутимо для них. Так они уже можно их выпускать, гулять на целый день, без пополн. Ну, им это не вредно будет, может даже еще и полезно. В клубе большое разнообразие. Шесть породистых лошадей, четыре поросенка, много коз. Две собачки, кошки, куры и енотик. Сюда регулярно и с большим удовольствием приезжают наринмарские школьники, где еще увидишь, погладишь и покормишь настоящего козленка, поздороваешься с енотом. Сегодняшние экскурсанты о лошадях и козах имеют очень смутное представление. Даже те, кто бывал в деревнях, не знают наверняка, для чего раньше их держали практически в каждом дворе. Ну, возили что-нибудь. Что? Ну, мало кодекс. Скажем. А козы зачем нужны были? Не знаю. Ну, козы делают, чтобы играть и гулять. Ага. А лошадей для чего? Лошадей, чтобы они бегали там, играли друг с другом. И чтобы заполнить этот пробел в знаниях первоклашек, коновод Максим седлает коня. Небольшой круг за воротами фермы – кульминация экскурсии. По мнению педагогов и родителей, такие познавательные туры для школьников – просто находка. Это и прививает детей вообще с малых лет – это и любовь к животным, любовь к своей природе, ну и в конечном итоге – любовь к своей родине. А так вот здорово. Сегодня вот мы пришли на конюшню, показали ребятам и лошадок. Они покатались с лошадками, то есть посмотрели еще там зверей, которые здесь есть. А также вот замечательно, что мы еще по организациям ходим. Тоже это как бы с одной стороны и стимул для ребят, и как бы поднятие настроения, а может быть даже и выбор профессии будущей, и остаться здесь в нашем любимом регионе. Кстати, в начале марта еще один праздник. В этот день отмечают Международный день кошек. В клубе «Фортуна» их несколько. А это кошка-приблуда. Она попала в хозяйство два года назад. У нее были обморожены ушки, и она была очень худая. А сейчас кошка прижилась и ждет потомства. В преддверии Международного женского дня все жители и гости округа смогут порадовать себя и своих близких полезными подарками. Широкий ассортимент продукции представлен в эти дни на Кировской ярмарке. На ярмарке представлены мясные деликатесы, натуральные растительные масла, конфитюры, кондитерские изделия из Таджикистана, орехи, сухофрукты, а также натуральный мед и продукты пчеловодства с частной пасеки ларионовых. Кроме этого, в продаже корейские салаты на любой вкус. Сегодня я хочу представить своим уважаемым нарьянмарцам свежие корейские салаты. Многие думают, что корейские салаты, они должны быть острыми или острые. Они совсем не острые. Острых видов салата очень мало. Просто корейский салат называется корейскими, потому что идет корейская заливка, корейские соусы. Также в ассортименте белье для женщин и различные товары для здоровья и красоты. Очень хороший крем у нас с гиалуроновой кислотой. Он идет антивозрастной, омолаживающий. Дает очень эффективный результат, который не заставляет себя ждать долго. Есть, допустим, кремы для лица у нас накопительные. Это очень долгий эффект. А есть кремы для лица, которые у нас идут антивозрастные и которые прям определяют личико в нужное положение, в нужное русло за минут 15. Порадуйте себя и своих близких полезными подарками. Вас ждут на ярмарке в Кармановке по адресу 60 лет СССР 2А из 10 до 20 часов. Ярмарка продлится до 6 марта. На этом у нас все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.